Квадроциклы в Беларуси придется регистрировать уже со следующего года. А вот пристального внимания со стороны ГАИ владельцам мотовездеходов стоит ожидать уже сейчас. За выходные в Минской области сразу семь водителей такого транспорта попались на нарушение правил дорожного движения и природоохранного законодательства. 1.32, ну ребят, ну на самом деле это мелочь какая, ну да не пил я. Нетрезвыми были сразу двое водителей, задержан также подросток, который к вездеходу прицепил сани и катал детей. Еще 8 квадроциклов изъяли для проверки после того, как в Березинском районе украли три таких транспортных средства. Поводом для арейдов, инспекторов и спасателей стали участившиеся жалобы аграриев. Водители снегоходов часто катаются по сельхозугодям и портят посевы. Владельцы квадроциклов, кстати, нередко ссылаются на то, что правила для вездеходов в законодательстве якобы четко не прописаны. Впрочем, в госавтоинспекции утверждают, условия участия в движении такой техники предельно понятны, а с 2018 года ее придется еще и регистрировать. Снегоболотоходы малогабаритные АТВ – это машины, имеющие шины низкого давления, вездеходовский рисунок протектора и приводы управления мотоциклетного типа. Снегоболотоходы УТВ – это схожие по конструкции машины, также имеющие шины низкого давления, рисунок протектора внедорожного типа, но приводы управления автомобильного типа. Было принято решение и порочено Министерству сельского хозяйства обеспечить с 1 января 2018 года государственную регистрацию снегоболотоходов, мотовездеходов в подразделениях главгостехнадзора Минсельхозпрода. В ГАИ подчеркивают, квадроциклы не предназначены для движения по дорогам общего пользования, исключение шоссейная техника с приводом только на задние колеса и со специальными шинами, а за порчу сельхозугодий придется заплатить штраф и возместить ущерб. Поэтому всем любителям экстремального катания лучше уточнить заранее, где гонки на квадроциклах не под запретом. Карта с утвержденными площадками уже в ближайшее время появится на сайте Минского райисполкома. Такую информацию намерен предоставить и другие исполкомы. Продолжение следует...